Один из организаторов клуба в Одессе, то есть я могу рассказать про ассоциацию, про клубы, чему-то, да, все, что делаешь? Да, у нас уже есть трансляция, собственно, сейчас об этом все... Слышки, я не стряню, это у меня отнуляется почему-то в нужном моменте. А я не знаю, как это ведем, чувствуете. Сдвините. Ну что ж, друзья, продолжается утреннее шоу, мы продолжаем встречать гостей. 21 марта в Гагарин отеле пройдет бизнес-практикум «Как распознать людей и якорей своей компании и жизни». У нас в гостях Александр Валаамов и Ксения Абисменна. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну, рассказывайте так в двух-трех словах, что же будет происходить, как это первый раз такое мероприятие проводится? Ну, такое мероприятие проводится не в первый раз, об этом лучше расскажет, наверное, Ксения. Да, доброе утро еще раз. Это мероприятие будет проходить в 28-й раз в Одессе. Мы ежемесячно собираем бизнесменов, которые входят в клуб «Бизнесменов Айс», а также являются нашими слушателями. И раз в месяц мы даем какой-то полезный семинар, который может помочь в работе, в бизнесе и в данной жизни. И в личной жизни. Конечно. Так, что в этот раз, в 28-й раз, что будет конкретно? Ну, в этот 28-й раз буду я рассказывать о том, каким образом выбирать себе людей в жизни, в бизнесе, в партнеры, да? Или как работодатель выбирать себе сотрудника, или наоборот, как сотруднику выбирать себе работодателя, или как выбрать себе будущего мужа, если это девушка, или наоборот. Так, но если рассматривать это с точки зрения бизнеса, давайте так, как правильно, если можно, несколько таких советов, лайфхаков, на что стоит обращать внимание? Вот, например, если работодатель ищет себе сотрудника, то есть первое, что? Первое, что бросается в глаза, это внешний вид человека, конечно. Мы смотрим на человека и уже по внешности можем что-то о нем сказать. Ну, например, было у меня такое, что я помогал одним моим друзьям-партнерам проводить собеседование, и они искали себе директора. И проводим собеседование, человек красиво выглядит, умные слова говорит, но когда он выходит, нам надо проветрить помещение, потому что очень неприятный запах. К сожалению, люди... То есть, казалось бы, все пункты подошли? Да, да, да. То есть, если бы мы смотрели на резюме, если бы мы смотрели на его дипломы и все остальное... И не дышали, то он бы подошел. Мы бы этого человека взяли, да. Но, к сожалению, люди в плохом душевном состоянии, временами от них неприятно пахнет. Вы могли замечать, когда, допустим, заходишь в помещение, где живут старые люди. Это в плохом душевном состоянии? Это душа так пахнет? Да, а люди в плохом душевном состоянии, они не очень хорошие результаты дают. Вы могли это сами замечать, пожалуйста. Да, я не могу, у меня насморк. Вам повезло? Так, есть такое... То есть, я бы его взял на работу? Внешность, внешность и вообще аура такая, которая создается. Да, ну вот мы можем посмотреть, например, как выглядят бомжи. Я всегда это люблю смотреть. Они выглядят очень-очень-очень. Никто рядом с ними находиться не хочет. И это там одежда и все остальное, да. То есть, отталкивающий фактор? Отталкивающий фактор, да. Это уже показатель того, что от человека не будет особо результатов. Он не к этому стремится. А может, он выглядит плохо, а работает и рвет прямо? Редко такое бывает, к сожалению. Может быть, такое, что... Не хватает времени, хорошо выглядели. Ну, это тогда под вечер. Если мы говорим, допустим, люди, которые работают руками. Какие-нибудь строители, копатели и так далее. Ну да, если речь идет о директоре, то... Ну, если речь идет о директоре. И опять же, те же строители. Вот с утра он пришел на работу. Как от него пахнет? Перегаром. Ну, а по-другому как? Чтобы нас понятен строитель. Стройки по-другому никак. Сильный перегар, прораб идет. Да. Еще один показатель, на что можно смотреть, это глаза. Да, когда-то философы говорили «глаза, зеркало души». Помните такие вещи, да? И единственное, что философы не уточнили, что именно в глазах должно нам говорить о том, что за человек перед нами. И тут мы можем посмотреть на людей опять-таки. Допустим, если человек постоянно по жизни, он боится, например, чего-то, да? Он не будет вам в глаза смотреть. Он будет прятать или бегать. Вы для него слишком опасная личность. Или наоборот, когда человеку от вас что-то очень-очень нужно. И он такой «Влад, ну пожалуйста, можно я еще раз тебе в эфир приду?» Какой ты шоколад любишь? Да, да, черт. Соглашайся. Так, ну это вот два таких, скажем так, основных момента, на которые нужно обращать внимание. Не только принимая на работу, но и принимая там партнера, там, друга, жену, там, девушку. Да. Еще один очень простой вариант. Допустим, если там мальчик выбирает себе там жену. Девочка, у нее плохо пахнет. Опять же. А еще один критерий – это задержка в общении. Вот мы задаем человеку вопрос, и сколько времени проходит до ответа. Сколько он обдумывает ответ. Чем больше времени на ответ, тем, соответственно, хуже состояние человека, опять-таки, душевное. И тут важно, да, если мальчик в не очень хорошем состоянии, то тогда девочка, ему тоже лучше подбирать в не очень хорошем состоянии, чтобы друг другу было комфортно. Это как машину выбираешь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Если завела, сразу нажимай. А с другой стороны, смотря какой вопрос ты задаешь. Я бывал у девочек задавал вопрос, они пару дней думали. Это не значит, что она тупит. Просто ладно, хорошо, если все за и против. Правильно, обдумывая. Да. Ну, теперь вернемся все-таки к... Что будет происходить на мероприятии? Кто будет спикером? Вот, Александр. Спикер буду я. Только вы? Только я. И я буду рассказывать приблизительно два часа с копейками о том, как выбирать себе сотрудников, как предсказывать результаты этих сотрудников, да, ну или там партнеров по бизнесу, там по жизни и так далее. И в зависимости от разных показателей человека, о чем говорит, о чем, ну, как выглядит, как смотрит, там и так далее, да, там много разных критерий. Но здесь больше психология тоже присутствует. Здесь четкие объективные показатели. То есть на что мы смотрим или на что мы слушаем в общении с человеком, да, то есть это однозначные такие критерии. И мы будем тренироваться это делать, там будет много таких разных... Для кого интересно будет посетить? Для руководителей, для сотрудников, для владельцев компаний, для тех, кто принимает решения о найме, для переговорщиков, для продажников. Потому что опять-таки, когда мы продаем, то с людьми в разном состоянии душевном, нам надо разговаривать по-разному, чтобы они нас услышали. Это да, потому что не с каждым человеком можно разговаривать одинаково, потому что по-другому воспринимает сказанное. Да, да. Потому что если человек в горе, допустим, он что-то недавно потерял, у него какая-нибудь там кошечка там заболела, да, и тут мы к нему приходим и говорим, у нас такой классный проект, мы хотим в город закупить 40 троллейбусов, и они такие классные, у нас пробки исчезнут. Ну, он не воспримет, да, он в горе. Но если мы ему скажем, вы знаете, тут есть один такой проект 40 троллейбусов, они такие большие, громоздкие, будут сбивать каждый день по человеку, ну, возможно, что что-то из этого, конечно, выйдет хорошее, но мы не уверены. И вот это человеку как раз, да, берем, дайте два. Да, его может зацепить, да. Его это зацепит, и ему это будет интересно. Он готов слушать о не очень хороших, грустных вещах, да, о веселых, радостных, да, мы здесь построим город-сад, и мы лучше не рассказываем. Так, ну, по-моему... То есть перед тем, как человек начинает этот город, нужно понять, что у него произошло накануне? Ну, нужно на него посмотреть и понять, в каком он состоянии, чтобы понять, как с ним разговаривать. А как, конечно, у него кошка умерла, она в Талином от него падает? Это спросите, мне кажется. Приходите. Это животные есть домашние? Да, конечно. Приходите на мероприятия. Так, вот вы владелец бизнеса, вы как сотрудников набирали? По той же системе? Да, конечно. Я когда их собеседую, я задаю им разные вопросы, и в течение 5-7 минут уже можно понять, что за человек передо мной, и чего от него... А на резюме обращайте внимание? На резюме достаточно мало, потому что, к сожалению, люди в резюме пишут такую, знаете, идеальную картинку самого себя, а в жизни-то он не будет такой уж идеальный со мной, как со своим резюме. Поэтому нужны рекомендации. Я когда пришел на первую работу, у меня резюме было на пол одной странички. Я классный. Причем на половине одной странички была фотография, там писалось, где я учился, владение иностранных языков, и в принципе все. Позвольте нормально. Ну, а как бы все исчерпываешь, и все понятно. А зачем вот это расписывать? Все очень хорошо даже. Гид, мы в процессе разговора решим. Так, значит, кому может быть интересен этот семинар? Практикум? Руководителям, отчарам, отцам, рекомендущикам. Как найти себе партнера, супругу, супруга, работодателя, опять-таки. Потому что не все работодатели, как и не все сотрудники, достойны того, чтобы с ними долго по жизни идти. И это тоже бывает важный момент, потому что иногда я встречаю людей, которые такие пострадавшие. Они пришли на работу, им обещали одно, в результате этого одного не было, и они уходят оттуда расстроенные, печальные. Хотя, опять-таки, это можно заранее увидеть, конечно. Как такое можно увидеть? По-любому мы учимся на своих ошибках. Возможно ли научиться? Не сильно получается учиться. Вы видели людей, которые 3 или 4 раза разводились? Да. И что, они чему-то научились? Разводиться. Нет, не получается. Да, разводиться быстро. Раньше у меня на это уходило несколько недель, сейчас 10 минут я вошел. Опытный опыт. Да-да-да, я уже знаю все телефоны, я знаю, как правильно заявление писать. И как раз мы об этом и будем разговаривать 2 часа. Тема достаточно глубокая, и даже за 2 часа мы ее только чуть-чуть коснемся самых основных моментов. Будет какой-то визуал? Конечно, конечно. Я вообще люблю это делать. Я немножко расскажу о формате, да? Да, давай, Фиксения. Ну, значит, как это все происходит, вообще, для того, чтобы это было понятно. Это начинается мероприятие в 17.30. Проходит некое такое ознакомление коротенькое, что такое клуб вообще бизнесменов ВАИС, что такое ассоциация ВАИС, для чего мы здесь собрались. Затем у нас начинается выступление спикера. Через час кофе-брейк, такой флотненький, вкусный. Что еще интересно в этом собрании, что люди приходят туда с женами, как, например, на данный семинар с друзьями. А слушают Александра, разводится, выходит. Да, потому что они. Как кому повезет? Обычно крепче становится семья. Да, правда. Далее, после кофе-брейка, то есть для чего делается кофе-брейк? Это, во-первых, вы можете отдохнуть, кушать, попить, потому что после рабочего дня. Во-вторых, это бизнес-знакомство, что самое основное. Это компании, которые, да, то есть владельцы, сотрудники общаются. У нас очень много связей, которые потом выстраиваются в последствии этих знакомств. И до 9 часов мы проводим дальше семинар. В конце у нас розыгрыши, очень ценные призы от спикера, от нашей ассоциации, от наших партнеров. Ну, в общем, все очень интересно. Ну, и в конце, наверное, будет множество вопросов, которые вам задают, и вы на них отвечаете. Ну, обычно, на самом деле, много вопросов-то и нету. Да. В начале все вопросы мы записываем, и потом в течение мероприятия я на них отвечаю. То есть наоборот эти поставили. Да, потому что если в конце выступления появляется у людей очень много вопросов, тогда это не очень хорошее, наверное, было выступление. Надо, чтобы ответы появлялись, а не вопросы. То есть в начале вам будут задавать вопросы, которые вы будете раскрывать в течение этих двух часов. Да, да, да. Такие есть. Какие часто задаваемые вопросы? Что чаще всего задают? Вот какой вопрос такой, который приходится отвечать? Ну, например, как мотивировать человека, который находится в плохом состоянии, в среднем состоянии, в хорошем состоянии. Это же разная мотивация для них, для всех. Ну, вот как мотивировать таких людей? Как быстро определить по человеку в каком он состоянии? Как продавать человеку в хорошем состоянии, в плохом состоянии, в среднем состоянии? Ну, вот такие вот вопросы. То есть как продать, как мотивировать? Давайте остановимся на мотивации. Как мотивировать человека? Если вот у него, ну, в принципе, есть, садхама мотивация такая присутствует, но она где-то там в зародыше находится. А вот руководитель, как человек, который больше, мне кажется, переживает за свой бизнес, он должен все-таки каждого мотивировать. Каким образом это делать? Ну, понятно, что вы сказали, что есть... Если мы возьмем людей в хорошем состоянии, которые готовы работать, готовы сотрудничать и так далее, то есть не будем брать просто каких-то там засад. Через. Да. То для таких ребят лучше всего работает нематериальная мотивация. Ну, понятно, что деньги им платить надо, и желательно выше среднего по... То веселее им будет, если я подхожу и говорю, если ты это держишь, я тебе пожму руку. Он говорит, о, нормально. При всех. При всех. Да. И к этой пожатой руке еще может быть какая-то премия, но в соответствии со штатным расписанием. И в подочках в игру. Да. Да, в инстаграме лайков тебе кину. Обычно устраивают игры. Между подразделениями, между сотрудниками, между компаниями, которые между собой дружат, может быть, да, такие... Или бы внутренние. Или внутренние игры, да. То есть какое, ну, например, вот у меня есть клиент, старелетейное предприятие. И, ну, это Столивары, это, знаете, простые ребята от САХИ. Да. Им, ну, они не заканчивали университетов. И даже с ними устраивали игры по количеству плавок. Сколько за смену бригада сделала плавок, за месяц посчитали. И той бригаде при всех остальных выдали, знаете, вот этот выпил, как в советское время, премию, само собой, но они... Они его вымпил вместо плавок и на море. Вымпил им был более важен. Они его повесили на самом видном месте в своей... И каждый раз, приходя туда... И показывали остальным, что ваше орает. Мы вас, как вы вас нагнули в прошлом месяце. Потом пошли эти разговоры, пошли со мной в разделку, что они тебе свой вымпил покажут. Будешь мной гордиться. Так, у меня вопрос. Сколько стоит мероприятие? Мы берем достаточно символическую плату. То есть по предварительной записи это 350 гривен. Для тех, кто не является членами клуба бизнесменов. И в день мероприятия это 400 гривен. Поэтому записывается заранее. И у нас проходит сейчас розыгрыш. Мы решили подарить два билета на мероприятие. Для этого достаточно зайти на страницу мероприятия, сделать репост. Написать в комментариях, с кем бы вы хотели пойти на мероприятие. 20 числа будет объявлен победитель. Так, как стать членом клуба. Ну здесь... Сложно, круто, да, анализы. Абсолютно не сложно. Есть определенные требования. То есть это сфера. И по разному пакету членства, разное количество сотрудников и так далее. Но на самом деле об этом можно также узнать после собрания или на собрании клуба бизнесменов. То есть вы подаете заявку и там довольно несложный набор требований. Все просто. Все просто. Главное захотеть. И как нам гости до вас говорили, главное действовать. На самом деле хотела бы еще немножко сказать о том, что это довольно-таки простая технология, интересная. И она всемирно известна, потому что очень известные бренды, которые вы знаете, это Mercedes-Benz, это Puma, Adidas, Fozy Group в Украине. Это компании, которые используют эту технологию довольно успешно, расширяются благодаря ей. И, собственно, для чего мы этот клуб создали в Одессе. Для того, чтобы было больше простая компания. Про Adidas не слышал, Fozy знает. А про Puma? Puma тем более. А, животное такое. Рыбающая кошка. Написано «Рита». Значит, ребята, что мы рекомендуем? 21 марта в 17.30 начало. Гагарин отель. Гагаринская плата 55. Четвертый этаж. Четвертый этаж. Приходите на «Как бизнес-конференция? Как распознать людей, якорей своей компании?» И в жизни. Бизнес-практикум, где выступит Александр Варламов. Вы сможете за 2 часа с половиной понять. А может, и Александр разгонится и на 3 часа. Вы сможете понять, как нанимать работу, как вообще понять сотрудника на глаз, определить его. Только одним взглядом. Одним взглядом. Вот он только зашел и говорит, что нет, и не подходишь. Нет, сегодня тебе выходной. Или наоборот. О, вот это нам и нужно. Из толпы выцеплять людей. Да, проезжает маршрут. Вот этот мне подойдет. А также, даже если у вас нет своего бизнеса, вы научитесь правильно выбирать людей в общении, в жизни и на служении. Спасибо вам огромное. Надеемся, что в скором будущем вы вновь нас посетите и уже с черным шоколадом. Спасибо. А мы на 300-й юбилейный придем. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok